Привет! Поговорим сегодня о том, как переводить удары на линию. То есть вы держали по диагонали, затем бам! Резкий перевод по линии. Я уверен, многие любители и также дети испытывают с этим большие сложности. И кладут мяч в коридор, либо смещают свой удар нечаянно к центру, где соперник уже с легкостью достает. Есть несколько нюансов по этому. Сначала я хотел бы показать самого Джоковича и немножко возбудить вас к решению этой проблемы, как все-таки попасть по линии. Посмотрите, как этот самый величайший игрок выполняет этот удар. Это просто божественно. Смотрим. Конечно, результат тут профессиональный, и вы можете сказать, ну как, это миллионы-миллионы ударов, тренировок и так далее. Ну просто обычному ребенку или любителю и не снилось такое качество. Но есть небольшие нюансы. Конечно, мы спустимся немножко на землю и рассмотрим, что лучше сделать, чтобы переводить по линии эффективно. Это, конечно, очень сильно отличается от того, каким уровнем владеют профессиональные игроки. Обратите внимание, что сам удар по линии, он в принципе не несет какой-то жесткой нагрузки, если до этого, естественно, не было удара по диагонали. То есть смещен был игрок как следует в сторону, после чего делается жесткий атакующий удар по линии. Это достаточно рискованно считается, особенно в любительском теннисе, это считается очень рискованной игрой. То есть я советую своим любителям играть по диагонали как можно дольше. И есть несколько ключевых моментов, когда я разрешаю им переводить по линии. Поехали. О них теперь поподробнее. Первое, когда я разрешаю своим ученикам переводить по линии удар, это когда они смогли зайти в корт. То есть вы помните эти зоны. Первая, вторая, третья, четвертая зона. В пятой это мы за кортом стоим. Так вот, именно когда ты входишь в четвертую зону, ты имеешь право бить по линии. Почему? Потому что, когда ты входишь в четвертую зону, скорее всего, удар получился у соперника по диагонали короткий. И, соответственно, мягкий достаточно. И ты можешь зайти в корт и, соответственно, больше контролировать этот удар. Второе, когда я разрешаю также и провоцирую своих учеников делать этот перевод, это когда они играют вот в этой части корта. То есть это не совсем из угла. Это нечто напоминающее обратный кросс. Допустим, если это форхан, да, то он похож на обратный кросс, только не из угла, а из центра. В такой ситуации меньше вероятность того, что вы допустите ошибку. И именно вот эти два варианта я и вдалбливаю своим ученикам. Конечно, когда мастерство их начинает расти, они могут и увеличивать диапазон своих действий. То есть они могут и пробивать и из пятой зоны, а также убегая за коридор. Но сначала я пытаюсь, чтобы они сделали вот эту базу. Только после этого играть более рискованно. Это занимает время, но тем не менее, практикуясь изо дня в день, у вас начнет получаться гораздо лучше. Не принимайте поспешных решений и не надо просто мысль в голову залетела, представили, как Джокович это делает. И вот эта вот искра в голову бьет, бам, по линии. В основном это будет ошибкой, я вас уверяю. Поэтому просто держите в голове вот эти два правила и у вас будет получаться гораздо лучше. И несколько упражнений, которые могут помочь вам в переводе по линии. Это распространенная наша восьмерка, да, где игроки играют один по диагонали держит, другой переводит свои удары по линии. Вот яркий пример. Например, у нас здесь Джокович играет с Чиличем это упражнение. Обратите внимание, они держат достаточно спокойный для себя темп. Подержав какое-то количество ударов, они принимают решение, там, забить, допустим, да, уже какой-то из экстренной ситуации. Здесь правила, о которых я вам говорил, не прослеживаются, потому что у них это смещено гораздо уже в такую зону рискованную, да. Они это контролируют просто прекрасно, что не советую вам. Но, тем не менее, упражнение очень хорошее просто для проработки. О тактическом намерении перевести есть отдельное упражнение, которое мы прорабатываем, когда мы даем игрокам задание переводить только когда. И условия какое-то ставим. Только когда зашел в корт, только когда играешь в определенной зоне и так далее. Но сегодня упражнения именно те, которые вы просто можете нарабатывать, нарабатывать, ощущения принимать эти. Так вот, первое упражнение – это восьмерка. И второе упражнение – это со своим учеником. Я делал Арсен, ему 9 лет. Посмотрите, в этом упражнении мы играем с ним по диагонали. Какие здесь у нас расставлены предметы, обратите внимание, это он касается предмета. Это может быть любой предмет, это может быть фишка, которую должен оббегать. Для того, чтобы игрок все-таки пробовал делать то, как это в реальном матче. То есть ты в реальном матче будешь возвращаться практически до центра, да, чтобы вдруг что перехватить удар по линии и так далее. Так вот, обязательно что-то оббегать или касаться в центре, чтобы он делал эту работу на возврат. Второе. У нас две мишени. Как вы видите, это обычные желтые конусы стоят на задней линии. И также, если присмотритесь, там есть голубая лента. Мы ее используем очень часто в нашей работе. Мы рисуем как бы траекторию, по которой можно попадать. Таким образом мы добиваемся двух мишеней. То есть одна очень большая, которая создает направление общее. И игрок туда попадает достаточно легко. И у него идет оценка, что я все сделал хорошо. И также есть определенный бонус в виде желтых конусов, сбив которые, он прям ловит какую-то эйфорию, да, и запоминает это движение. Если оставить только конусы, и мы можем работать полчаса упражнений, и он ни разу, не дай бог, не попадет туда, да, потому что это уже глубина четкая, и направление четкое, то он будет расстроен. Хотя он сделал очень много хороших переводов и положил в этот коридор, который мы разделили одиночной линией и лентой натянутой. Так вот, это очень важно, делать большую мишень и маленькую мишень как бонус. Так игроки будут более заинтересованы и мотивированы попадать в эту зону. Вот таким образом мы работаем. На что тут хотелось бы обратить внимание, что мы держим. Здесь у него нет тактического намерения бить именно по линии, когда я кину короткий мяч. Здесь он просто экспериментирует. В этом уроке я ему разрешил просто экспериментировать, переводить по собственному желанию. Ну, а также у нас бывают тренировки, когда мы четкое тактическое намерение у него вырабатываем. Когда он может переводить, только заходя в площадку. Вот отличное упражнение. Попробуйте его как-нибудь сделать, и не забывайте про две большие мишени. Вернее, не забывайте про мишень большую и большую маленькую. Вот и все. Все. Попробуйте это обязательно сделать у себя на корте. И отпишитесь в комментариях, как у вас получилось. В виде ленты можно использовать что угодно. Может какую-то веревочку, можно обычную ленту. Мы, в принципе, купили обычную ленту. У нас есть желтая, белая, голубая лента. Они были достаточно короткие. Мы их просто соединили, связали узелком, и все работает. Можно закладывать диагональ, можно закладывать линию их. Привязываешь просто один конец этой ленты к сетке в нижней части, и протягиваешь куда тебе угодно, рисуешь такие направляющие. Вот. Попробуйте и расскажите, как у вас получилось это упражнение. Если у кого-то есть еще какие-то идеи о том, как переводить более эффективно по линии, пожалуйста, пишите в комментариях, делитесь этим с нашими подписчиками. А это то, что я вам сегодня хотел рассказать. Если вы досмотрели до конца это видео, ребят, самое жаркое обсуждение, если вам интересно обсуждать, задавать вопросы, то переходите в наш телеграм-канал. Ссылочку я оставлю в описании. Именно там мы можем продолжать общаться. На самом деле, вот в комментариях ютуба я отвечаю там первые комментарии какие-то только и по делу, да. И нету никакого такого свободного общения. Если вы желаете общения, пожалуйста, телеграм-канал. Там мы постоянно постим с разных пабликов разные новости про теннис. И в том числе можем и пообщаться. Поэтому все туда. Увидимся. До следующих роликов. Пока.